Здравствуйте дорогие друзья, с вами Валерий Бусыновский. Сегодня мы поговорим о том, почему большинство людей не начинают писать. Я напишу конкретную причину, с чего не начинают люди и почему. Чуть позже сможете посмотреть сайт spb-tut.ru Пока давайте рассмотрим примеры. Я открыл справочник, ну по сути дела учебник, татериал на сайте Python. Я не зря его открыл, потому что большинство людей ходят на курсы, читают книги и проходят, изучают Python или другие языки примерно следующим образом. Сначала долго-долго изучают типы данных, потом в какой-то момент проходят функции за один денек, потом начинают проходить классы, как правило проходят наследования, в общем то, что совершенно не важно, на то, что действительно стоит затратить там две минуты. Потом понимают, что в принципе кроме каши в голове ничего нет. И остается вопрос, а когда же я буду писать? Так вот, ребят, я не знаю, почему так повелось, но пусть это учебник, но он составлен в виде справочника. Почему-то взяли моду, и абсолютно большинство курсов, большинство книг именно, именно составляет обучение в виде справочника. Как справочник, это прекраснейшая вещь для человека, который в принципе уже что-то разбирается в языке. Для новичка это абсолютно бесполезная вещь, и гарантированно то, что писать новичок не будет, 100%. Десять лет это наблюдаю. А скажите, пожалуйста, как вы считаете, а сложно вообще научиться писать? Вы скажете, да, сложно, да, это надо много времени. А если я вам скажу такую фразу, для этого надо подойти определенным образом. Давайте я скажу вам это, да, но это будет всего лишь один элемент, да, чуть попозже. Но сначала давайте рассмотрим, вот, ребят, ребят, я не зря задаю вопросы, посмотрим, как они ответили. Обратите внимание, то есть, вот есть ребята, да, в школе, сейчас вот занимаются Денис и Александр. Иными словами, в школе большое количество ребят, но в группе, я даю советы в группе бесплатно, работают, будем говорить так, единицы. Но почему я в группе помогаю? Потому что это может помочь другим людям. Вы посмотрите, в школе можно просто заниматься, как занимаются эти ребята, можно индивидуально заниматься, можно групповые занятия. Значит, ну, поехали по ребятам. Итак, я дал ребятам задание следующее. Взял файл продукта Togo, да. Togo это продукт отраслокейта маги. Смысл его следующий. Вы делаете, допустим, десктопное приложение на Python. Кстати, оно работает очень быстро. Там виджеты написаны с нуля на плюсах. Но все управляется с Python. Потом перегоняете при помощи пары команд это в мобильное приложение, в веб-сайт. Но дело не в этом. Я дал файл, простой файл на самом деле. Вот этот файл, чтобы ребята рассказали, что они должны были рассказать. Значит, ваша задача. В свободном порядке опишите, что это за файл, как можно подробнее опишите. Вот на этом надо было заострить внимание, да. Что вы читаете в файле первым делом, вторым делом, третьим делом. Сделайте выводы. Ну, понятно, не надо бояться тупить, мы учимся. Вы знаете, в чем самая интересная фишка? И один, и второй, я вижу, по коду готовы писать. Самое интересное, что пока они об этом не знают. Надеюсь, в этом я им уже сообщал, но надеюсь, будут знать. Так вот, это полностью касается нашей темы. Если бы ранее они начали изучать то, о чем мы будем говорить, язык, да, то сейчас бы проблем совсем не было. Они бы уже давно писали. Ну, наверное, с этим в школу и пришли. Что надо все-таки кашу как-то разгрести. Надо. Правильно. Итак. Пишет Денис. Разобью домашнее задание на две части. Очень серьезный файл из кабана. Проект с описанием окна. Разбил на две части из-за недостатка времени. Вторую часть диалогом попытаюсь проникнуть позже. Я прекрасно понимаю свой уровень. Я тоже прекрасно, Денис, понимаю ваш уровень. Писать вы уже можете. Только вы об этом не знаете пока. Вы себе не хотите сказать. А я вам говорю, можете. Уже можете. Берем, смотрим файл. Да, его домашнее задание. Смотрите, вот что молодец. Делает в Жупитер, да. То есть молодец. Вот это, конечно, офигенно молодец. Теперь, теперь, смотрим. Самое прекрасное, молодец, в первую очередь, он себя подбодрил. Это прекрасно. Скажите, что бросается в глаза. Первое. Мне бросается в глаза полное отсутствие системы работы с кодом. То есть, то, что я написал Денису, работает стихийно. Пишет код неплохо. В голове ничего не собрано. Давайте собирать. Теперь, смотрите, насчет Дениса. То, что он работает правильно, и у него есть знания. Вот давайте даже по этому. Строковые методы. Сейчас первое. То есть, описывает. Далее. Не лениться писать. Описывать уже полное описание. То есть, и примеры делает досконально. Не один, не два. А делает так, чтобы это было много. Это запомнилось. То есть, прекрасное. Смотрим Александра. Здравствуйте, Валерий. Я пройдил файл сверху вниз до определенного момента. Потом подумал, что делаю не то, что надо. Переводить дальше не смог. Сначала приведу выводы. Потом то, что перевел. Один файл, один класс. Здесь используют скрытые атрибуты с подчеркиванием спереди. В классе методы, приведенные к свойствам. У каждого свойства есть сеттер. Есть сами методы. Показываю скрыть окно. В виде методов сделаны диалоги с пользователем. Что бросается в глаза? Нет системы тоже. Вот знания есть, системы нет. Теперь, чтобы вы не подумали, ай, может быть, Александр, ну, вдруг лентяй. Не лентяй. Вот было задание псевдокод написать. Смотрите, все четко расписывал. Да? Все четко расписывал. Потом я Дениса попросил. Он прошел методы форматирования. Они очень нужны везде. И попросил сделать шпаргалку для себя. Ну, и скинуть ребятам. Выполнил добросовестно. То есть, сразу здесь скажу, очень важное для всех. Вот так, так. Делать правильно. Почему? Сейчас мы дойдем до главного. А потому что, ребята, большинство ребят пишут один-два примера. И то с Google. Это неправильно. Второй момент. Взглянул, вроде понимаю. И все на этом. А если начинаем пробовать проговорить код, оказывается, нифига то не получается. Так вот, когда человек начинает писать для себя все подробно, он начинает код как-то называть. Именно связывать с собой лично, со своими мозгами. И это обретает уже какую-то форму. То есть, той, которую можно размышлять. Если так делать 3, 5, 6 месяцев, то начинает, оказывается, чего-то проклевываться. Но у нас же тема другая. Вот этого нет. Денис Александр. Давайте-ка делать какую-то магию. На самом деле, банально простую. Но прежде я буду перечислять вопросы. А вы воспринимайте просто, вот у вас это есть или нет. А потом рассмотрим то, что я хочу сказать. Не получается писать код. У вас практически получается, да? Но ребята другие отвечают по-своему. Нет, не понимаете язык программирования. Есть же разные ребята. При изучении язык воспринимается неестественно. Не понимаете, почему так составлен план обучения. Не читаете код. Не получается собрать язык воедино. Целое. Это главное. Приходит иногда мысль, что для этого нужен талант. Я сразу приведу пример. На гонках, допустим, в ралли участвуют единицы, но машины, автомобили водят миллионы. Не понимаете, что классы, методы и функции это одно целое. Вот это наша главная сейчас задача, понятие. Не можете выделить общие элементы класса. Ну а дальше просто остановите видео и прочитайте. Если есть любая причина, то всегда ответ будет один. У 99,9% открываю вот эту вот вещь. Я возьму функцию абсолютно любую. Сейчас. Это разные вещи. И теперь, Денис и Александр, смотрите. И вспоминайте, с чего вы начинали изучать язык программирования. Ну, наверное, читали книги. Шли по порядку, что-то изучали. Пока это прошел, то забыли. Там кусок выяли. Потом изучали функции. Для вас это одно. Изучали классы. Это другое. Изучали методы. Это третье. А может быть, все-таки давайте попробуем посмотреть таким образом, что функция класса метод это одно и то же. Только разные задачи. И разные пространства имен. Давайте-ка мы посмотрим на следующее. Посмотрите на этот код, на этот код и на этот код. Вот это у нас функция. Вот это у нас класс. Начало класса. Я скопирую просто в стол файл. А вот это у нас метод. Что здесь общее? Скажите. А вот это что? Параметры. И теперь спокойно берем лист бумаги и ручку для того, чтобы проверить. Итак, параметры, параметры, параметры. Проверьте. Сделайте исключение с параметрами. Во всех случаях будут одни и те же исключения. Только в одном будет класс, в другом функция, в третьем метод. Но вот это все одно поле ягоды. Пока у вас в голове будет, что функция, класс и метод это разные. У них разные задачи. Разные пространства имен. Иными словами, поиск. Но работают все эти вещи по принципу функции. Одинаково. И имеют одинаковые исключения. Параметры. Это то, чем вы думаете. Это то, с чего вы начинаете. В классе параметры. Это первичные, начальные параметры. Для наследования всех классов. Но попробуйте, не задайте обязательный параметр. Вы получите исключение. У вас либо есть, либо нет, там, обязательного аргумента. Здесь ситуация немножко другая. Когда мы с вами изучаем язык, а так изучали язык все, большинство, начинаем долго-долго проходить типы данных. Кстати, без классов их невозможно нормально понять. Но это не тема урока. Мы, человек устает. В конце концов, и типы данных у него разные. Хотя это тоже все одинаковая. Последовательность. Не эта тема. Потом, за денек, прошли функции. Потом взяли заклассы. И все в голове у нас расставлено где-то там. Но не на своих местах. А почему? Потому что справочник сделан для того, чтобы было удобно пользоваться. Но большинство курсов не заморачиваются. Они тоже дают курс в виде справочника. Я не буду лезть и обсуждать, осуждать это плохо или хорошо. Просто я не думаю, что они заморачиваются. Ведь в большинстве курсов надо человека чем-то занять. И вот и здорово. А теперь попробуйте по-другому подойти. Вот так, как я вам сказал. Взять, выбрать функцию, класс, метод. И подумайте. Дайте-ка я разберусь с параметрами функции досконально. Если вы разберетесь досконально с параметрами функции, вы этот вопрос уже решили и в классах, и в методах. Что отличает метод от функции? Только первый аргумент – self. Метод вообще работает как функция полностью. Но, если мы возьмем вот эти первоначальные параметры, то оказывается, они тоже так работают. Вы скажите, это не написано? А может, в документацию не хотим заглядывать? Определения классов такие, как определения функций. Да? На практике операторы внутри определения класса обычно представляют собой функции определения, но допускаются другие утверждения. Ну, по сути дела, по сути дела, а что ты сделаешь другое? Если параметры, они исключения для всех одинаковые. Если посмотреть таким образом, то язык становится банально простым. У вас появляется ядро в голове. И абсолютно просто составить план обучения. Кстати, а мы не ответили еще на главный вопрос. А почему же надо начинать с функций, методов и классов? А вы код любой откройте. Там будут в основном методы, либо функции. То есть действия. Ведь вы, когда идете в магазин, вы же каждый день не делаете так. И так, чтобы пойти в магазин, мне надо одеть штаны, одеть рубашку, составить маршрут. У вас есть действие. Пойду в магазин. Все это включает себя. Вы живете действиями. Хорошо. А теперь представьте. Я вам даю. Итак, ребят, сегодня мы будем учиться ходить в магазин. Прежде чем пойти в магазин, нам надо купить шнурки. У нас, допустим, ботинки. Научиться заправлять шнурки. Потом нам надо купить сетку. Сетка. Какую вы предпочитаете сетку? Желтую, зеленую, красную, серо-буромалиновую. Потом нам надо... Не проще взять... Пойдем в магазин. Пойти. Пошли. Магазин. Вот мы пришли, купили продукты, пришли назад. Вот ты видел? Видел. Вот мы сходили в магазин. Так и ребенка можно научить. Получается просто. Берем функция класс метод. Параметры. Параметры функции будут работать для класса и для метода. Это в кармане. Если мы уделим не один вечер, а две-три недели параметрам, и сделаем так, чтобы они отлетали, то что у нас получается? Получается, мы решаем вопрос. Потому что параметры это то, чем мы будем думать. Вот как в окне. В этом. Тут действительно вбиты параметры. Вполне понятно. ID, номер по порядку. Что в заголовке. Позиция, где оно должно открываться. Размер. То есть все основное. Человек думал. Как я хочу, чтобы открывалось окно, если только вот оно установлено по умолчанию. Чего? Хорошо. А если вы не знаете про параметры, то с чего вы будете начинать думать? Вот именно с того, что вы написали. Потому что в голове каша. Нет понимания, с чего тут читать этот файл. А когда бы каша убралась, начали бы читать с параметров. Именно они потом, смотришь ты, превращаются в атрибуты. То, с чем уже пользователь работает. Смотрите, как все становится на свои места. И думать-то ничего не надо. А что? Класс. О, класс. Наследование. Херня все это. Задень это учиться. Класс. Что нам надо? Нам надо в первую очередь... Что такое сельф? Никогда не слышал ответ на вопрос правильный. Приходится всегда бороться. Но это я обычно платным обучением объясняю. И мне обычно говорят один и тот же вопрос. Нет ничего по сельфу. Ну, кто-то говорит все одним предложением. А я говорю, есть. На сайте Python есть исчерпывающий ответ. Вот с этого начинается класс. Потому что потом начинаем думать. И вообще здесь надо две вещи. Экземпляр. Атрибуты. И это ведь вечная проблема. Легко очень видится. Теперь приведу один пример. Сейчас кое-что еще посмотрим. Смотрите. Александр и Денис. Вы собрались ехать в Москву. Ну, я говорю, например. Яндекс.Карты. Карты. 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 То есть, для того, чтобы, например, вам попасть из Витебска в Москву, что вам надо сделать? Проложить маршрут. Это то, что вот это. Да, я вам показал. Есть конкретный маршрут, где все четко и понятно. Хорошо. Вы собрались ехать в Москву. Ну, я вам говорю, слушайте. Ну, я вам говорю, слушайте. Ярославль. Ну, к примеру. В жизни, если вы собрались ехать в Москву, то вы будете набирать Ярославль? Наверное, нет. Если вы туда не собрались. Так, а почему мы так изучаем язык подряд? То есть, изучаем весь мир, куда поехать, хотя поехать в одно место надо. Не проще ли понять, как набрать маршрут, набрать конкретный маршрут и поехать? Сам алгоритм. Ведь в жизни вы бы так поступили, если бы вам надо было куда-то ехать, согласитесь? А когда мы изучаем язык программирования, и в большинстве своем новичок, как правило, он не знает просто, как его изучать. И не ставит этот вопрос. И когда он пытается изучить в виде справочника, долго изучая типы данных, а у него постоянно вот этот вопрос висит, когда же я буду писать код? Не проще ли сформировать ядро? Ранее в видео я рассказывал, что для того, чтобы понять, что такое функция, не надо знать никакого языка. Но что получается? Когда мы разобрались с параметрами, давайте откроем. Котлин функции. Ну, например. Скажите, пожалуйста, что здесь другого? Если мы открываем другой язык, мы четко понимаем, нам всего лишь надо разобраться, как работают здесь функции. Все. Все остальное. Будет другое ключевое слово, но оно будет. С названием или без тела функции. То есть все будет одинаково. Единственное, в чем надо разобраться, это в параметрах. Кстати, в Котлин взяты параметры по принципу Python. Поэтому кто Python знает, Котлин разберется быстро. Ну, в Котлин, допустим, как в Паскале вообще просто сделано. Вот это все, что это фигурные скобки, это раз-два написал, не имеет значения. Но на самом деле, оказывается, вы можете подойти сейчас к вопросу функций абсолютно к любому языку. Ну, давайте углубимся еще кое-куда. Здесь бы я еще поставил. Тут далеко не все. Это только я фрагмент. Просто показывает, что когда есть ядро, язык изучается совершенно просто и очень понятно. Система работы с кодом. Исходя из того файла, который мы с вами смотрели, пока вы мало работаете, система работает с кодом. А давайте попробуем сделать немножко по-другому. Если возьмем пункт системы работы с кодом, что исходный код должен дополнять документацию. Что мы сделаем? Шаг номер один. Откроем документацию для начала. Ну, к примеру. Возьмем Windows. Что читаем? Windows Object. Это объект. Ну, в Python все объект. Но вам задача, а что такое объект вообще? Вот подумайте, посмотрите. Только смотрите не в Википедии, а на сайте Python. Мы видим параметры. Александр. А нет, кто-то из вас не написал. И сразу там вторая проблема образовалась. Кто не написал? Он close. То есть, функция обратного вызова. А я как-то делал видео ранее, и говорил, то есть, функции Python могут работать с другими функциями. Лучше всего это изучать на функциях обратного вызова. Это, я сказал, только один элемент. На самом деле, вот здесь по функциям у нас очень большой список. И вот, когда мы по функциям вот этот большой список изрядно изучим, то все это мы можем применять к методам. И все это мы можем применять, вписывать потом в атрибуты класса, прописывать. Все складывается. Начинаем прибавлять потихонечку просто. А я не зря сказал в систему работы с кодом. На сайте я показал хотя бы вот этот курс пройти. Система работы с кодом. Конечно, здесь общее понимание, что это такое, по крайней мере, отложится. Эффективно это можно работать только в индивидуальной работе. Но давайте один пункт системы работы с кодом разберем сейчас. Что такое система работы с кодом? Это если вы открываете код сегодня, завтра, через месяц и его не становится больше, значит, надо менять систему работы с кодом. Все вот это будет неэффективно, если у вас неэффективная система работы с кодом. Например, возьмем, отработаем такой пункт. И увидим, что все одинаково на самом деле. Чуть дальше пойдем. Ну вот, человек один написал, не буду говорить имя, это не важно. Документацию читать не могу, балла понимаю, мост перескакивает на другой объект. И вот берет вот эту строку, да. Ну, будем говорить так. Это видно, что человек учится по книгам. Я скажу так, что большинстве своем тех, кто пишет книги, сами не знают толком, что это такое, поэтому пишут, ну, вот так вот делается и все. А вопрос, почему делается это так, вот здесь что я увидел, вот в данном случае человек пришел пример, привел пример, что он не понимает. Здесь я для себя записываю, что он не понимает. Первое, не работает с документацией. Сейчас я еще не умеет работать с атрибутами. Не знает питон. То есть это Жанга пример. Давайте попробуем, чтобы было по-другому, как бы надо было сделать, вот в этом случае. Давайте сначала откроем вот то, что я нашел. Большинство людей что делают? Открывает Google и начинает читать какую-нибудь ошибку, которые приводят другие ребята. Я специально нашел. прочитаем ответ. Что такое Get Arquest? Объект Arquest содержит информацию о запросе пользователя. Это правильно. Arquest Get содержит переменные. Вот это уже неправильно. Это содержит атрибуты. Это разные вещи. То есть вот тут для человека переменные и атрибуты это совершенно одинаковая вещь. и при этом вот такой начинает гулять. Это правильно. Метод Get работает с словарями. Это тоже правильно. Итак, но на самом деле какие должны быть правильные действия? Давайте попробуем. Если мы набрали Django Request то есть говорим о системе работы с кодом. В первую очередь система работы с кодом я там прервался это работа с документацией. Пункт номер один который мы говорили идем от своего кода. Вот наш код. Его мы понимаем но не толком. Давайте попробуем разобраться сами. Открываем находим Request Ant Response да облик и так что мы здесь видим все видим как на ладони нам пишется библиотека Django HTTP отлично открываем исходный код Django нам надо что нам надо Django нам надо HTTP и 100% мы здесь найдем Request ведь мы в документации прочитали правило второе документацию мы дополняем исходным кодом но по крайней мере ее читать же надо как-то научиться документацию дополняем исходным кодом и это ставит все полностью тогда нам понятно что нам надо посмотреть давайте посмотрим класс HTTP request итак отлично мы видим атрибуты то есть это то что нас интересует дальше пока нас не интересуют другие методы теперь нам понятно что это атрибут но здесь конечно нужны знания еще по веб программированию то есть надо чтобы объясняли почему потому что HTTP то есть нужны знания по библиотеке HTTP которая не относится к Django берем допустим MDN от Mozilla и смотрим да то есть данные HTTP запроса это просто надо проговаривать для учеников что есть GET есть POST GET то что мы видим в строке браузера POST то что мы не видим заполняем в формах остальные пока нам не надо запросы дальше что я вижу видите вот request ну так все вполне понятно файл атрибут метод спитон все стало на местах за одну секунду все остальное можно дальше уже смотреть хотим посмотреть нет проблем так только нам не это надо нам надо сайт питон так немножко сейчас я посмотрю я просто немножко по-другому набрал ключ значения по умолчанию все вполне понятно ладно это не суть суть в другом что вот с этого можно понять что у человека страдает в данном случае совершенно легко все поправить если в данном случае с человеком проработать по этому принципу далее помните я вам про карты говорил да тут все банально просто оказывается открываем джанго и смотрим открываем джанго и смотрим раз два две конструкции разобрать и с этими двумя конструкциями если дотошно разобрать можно работать совсем джанго плюс если добавить классы чтобы я сделал чтобы не путать то было вообще круто почему очень легко сделать так чтобы человек начал писать довольно быстро разобрать привести к общему знаменателю что это общее разобраться с параметрами раз уж мы коснулись атрибутов очень хорошо поработать с атрибутами то есть поработать таким образом чтобы человек четко знал ну замысел поняли просто нету времени сейчас рассказывать когда человек научится вот это читать будет щелкать как орехи но давайте же вернемся к нашему файлу который мы открывали ранее а тут у нас что на самом деле вот это и вот это одинаково но реализовано по разному здесь классический вариант здесь как мы видим словаря словаря подобный метод реализации вот table истина говорит о том что данные не будут меняться мы сейчас это не будем затрагивать там тоже это расписано именно благодаря вот этому мы здесь self не набираем когда get это в джанго просто такой трюк но в большинстве случаев все классически но тем не менее однажды научившись работать с атрибутами мы с этим можем работать всегда и везде я хочу заострить внимание всего на одном моменте давайте окинем итак смотрите денис и александр если вы начали давайте с того с чего начали если вы начали изучать не в виде справочника а у вас был бы свой личный план но надо чтобы кто-то это сказал это становится понятно после 10 лет программирования видно да новичку допустим это надо обязательно сказать потому что он этого еще не видит но 10 лет не смысла ждать поэтому начинаем работать выборочно по своему плану создавать ядро которому потом все что угодно можно прибавлять расширять второй момент далее прорабатываем основные компоненты добавляем сюда в данном видео до системы работы с кодом которая вот один ее пункт будет состоять в том читаем документацию смотрим исходный код чтобы получить ответы понятно что пройдет определенное время пока мы научимся понимать документацию трудно первые три месяца потом становится нормально и человек первые полгода должен работать именно с системой работы с кодом вот я вам сейчас показал вот этот фрагмент работы с документацией с исходным кодом если вы начинаете это использовать и учитывая что вы знаете что такое атрибуты то есть у вас начинает что сделать документация совмещается с исходным кодом вам становится понятно в течение одной секунды ничего никуда идти не надо теперь прежде чем закончить некоторые вещи скажу по школе многие ребята могут просто получить доступ ко всем урокам заниматься самостоятельно и вот когда появляются ребята которые работают в группе делать вместе с ними кто-то стесняется кто-то не стесняется но можно делать и для себя извлекать пользу по крайней мере на сайте школы мы начинаем с функций ну конечно же все круче когда индивидуальное или групповое обучение это понятно что можно подойти конкретном с конкретного порога с конкретных косяков то есть и все это поправить ну а теперь давайте закончим тем с чем мы начали итак ваша задача Александр и Денис сейчас очень простая по-новому взглянуть на три этих вещи функция класс метод и взглянуть в первую очередь сначала со стороны параметра это сделайте когда вы так взглянете потом по-другому постарайтесь посмотреть вот на этот файл чтение этого файла у вас изменится я не зря даю такие файлы профессионалов программирования это продукт от Рассел Кейта Маги один из главных разработчиков поэтому кроме этого обращайте внимание как он описывает как называет как пишет методы вот где надо учиться по-настоящему настоящему коду о вашу задачу я проговорил попробуйте уже с другой стороны прочитать от файл применив вот этот метод который я показывал системы работы с кодом сначала зайдя в документацию используя исходный код как дополнение при этом поставить параметры на первое место и попробовать прочитать ведь обратите внимание когда человек делал начальные условия класса в данном случае ведь он закладывал логику да что окно будет чтобы было уникальным иметь ID иметь заголовок позицию и так далее то есть смысл окно будет каким далее у нас появились атрибуты которые будут каким-то образом что-то делать с окном скажите ведь все просто и вы себе легко можете пометить ага разобраться с атрибутами только не за один вечер там очень большие возможности у атрибутов буду заканчивать ребят запомните одно простое правило программировать может абсолютно любой человек что для этого надо сделать надо правильно подойти особым образом в данном видео я показал фрагмент да только фрагмент какой-то вещи которая становится понятной вам сейчас и даже если вы новичок посмотрели на этот короткий фрагмент то вы уже можете немножко по-другому открыть и уже немножко по-другому изучать язык но при этом у вас в голове уже образуется определенное ядро и при этом вы уже сразу начинаете потихонечку писать а не когда-то потом и у вас тогда все станет на свои места то что писать может каждый я в этом не сомневаюсь просто на самом деле надо помочь человеку разобраться что он не понимает и это рассказать когда станет вот это что он не понимает на место плюс составить определенный план то в принципе писать за полгода за полгода можно научить как уже он будет писать хорошо или плохо зависит только конкретно от человека я вам показывал не зря в начале вот допустим вот Дениса работу да вот он очень много описывает он это делает правильно он в первую очередь формирует описывая то что он делает он что формирует он формирует у себя в голове конкретные смыслы то есть если вы просто посмотрели на код и закрыли да вроде понятно то попробуйте связать три слова не свяжете оказывается говорить не можем запрос ввести не можем найти ничего не можем а если начинаем описывать то шаг за шагом мы начинаем как-то называть компоненты языка как-то простым языком конструкции языка они для нас становятся имеют определенный смысл и мы уже можем со временем думать иными словами все получится спасибо посмотрите школу понравился метод понравился стиль мой поставьте лайк спасибо за доверие но я не видел людей которые бы не могли писать код я не так что это хорошо это что это все